Крупнейшая в Европе антинаркотическая операция «Пиренейский излом» вышла на новую стадию. Начинаются суды над участниками масштабного транснационального канала поставки гашиша из Марокко в Россию. Одно из первых заседаний Беларуси в Гродно рассматривают дело двух белорусов. В составе преступной группы они выполняли роль наркокурьеров. Одному 47, другому 31. Жители Слуцка и Барановичей. Задача была незаметно переправлять гашиш через границу и далее по территории Беларуси в Россию. Мужчин год назад задержали в Мостовском районе, когда те только вернулись из Польши. Ехали на автомобиле, где на скорую руку установили газовый баллон. Полный гашиша почти 35 килограммов. Нестандартные схемы перемещения психотропов обменяемые проворачивали не раз. В деле значится 4 и 5 эпизодов. На стадии досудебного производства обвиняемые признали вину свою частично. Максимальное наказание каждому из обвиняемых по более тяжкому преступлению может грозить вплоть до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подсудимые не согласны с самой тяжкой статьей обвинения преступления, совершенные в составе преступной группы. Уверяют, не всегда знали, что везут наркотики какие и в каком количестве. Нюристы называют дело одним из самых сложных. Не исключено, что заседания будут идти в закрытом режиме. Обстоятельства слишком серьезные. Более 800 килограммов наркотиков, 60 участников. А в антинаркотической операции участвовали спецслужбы четырех государств.